доброе утро друзья сегодня воскресенье 8 где-то пол девятого уже 30 градусов на улице смотрите что собаки мне сделали это скорее всего досик или арсентий вчера досик там спал ирисы примяты здесь арсентий спал здесь была розочка и сажала вот белую розу она уже цвела но все равно сломал эту сломал этот цветок этот сломал этот сломал и разрывайтесь сейчас я прикопаю все и 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 вот за туями там проход есть вокруг хризантем вокруг туек траву все где срезала где серпом где руками вот дошла до ящичка и здесь уже уже комары начались домой зашла всем доброе утро вчера сосед сам пришел после беда я говорила а нет утром пришел говорит и наши завтра завтра приду над калиткой навес сделать сегодня дети окажется вчера он с внуком сидел вчера вечером пришел уже в даты хорошо и там пацане пацаненок на велосипеде катался он так это если поздороваться тетя он подошел здрасте здрасте уже хороший выпивший был этот завтра во сколько подойти 7 8 можно игру 6 стою год можно год 8 и давай 8 час время половине 9 утром стало сегодня в 6 прохладно 20 градусов было и вот час 9 почти 9 пол девятого сейчас уже 30 градусов и вот вот калитка видите вот к этому стал бы к этому столбу приварить уголки и такой к типа крыши с этой стороны с этой стороны приварить с той стороны приварить и двухскатную такую крышу сделать вот над калиткой над воротами не надо над калиткой потому что когда осенью зимой зимой допустим ночью снег идет утром по суд светит подтаивает и этот замочный замок замочная скважина ржавеет во первых во вторых когда снег сильно валит там дверь невозможно открыть это нужно отгребать вообще над калиткой должен быть этот козырек потом заказала там табличку с названием улицы дома у меня не было на заборе писала краска сейчас с утра черной краской ножом отскребала и вообще этот забор весь года три назад взяла вот я не помню по металлу или простая краска она была темно-вишневая выкрасила весь забор красиво было и на следующий год или в тот в то лето жара была тоже страшная она все пооблупилась сосед шел говорит оцинкованные металл не красят краску не возьмет я но вот типа продают же эти вот как на бане на крыше цветные тип профлист он готов во первых это там металл совсем другой и там фабричная покраска там как-то какой-то технологии красят а вот это оцинкованный толстый металл на него краска не будет держаться она был пооблупилась все ну ладно кому не нравится пускай придут покрасить мне новый забор друзья это мама отвечала на комментарии всем спасибо кто посмотрел кто написал кто-то мне вчера написал что это у вас депрессия нет друзья депрессии нету депрессия знаешь что это такое депрессия когда я вышла на пенсию перед выходом на пенсию мне знакомый один пообещал говорит ты же в кадрах работал в начале как до кадров и куда могут на пенсию что-то там учишься давайте на фирму строю начальку дел кадров там запад хорошие я поэтому терять нечего раз срок подошел и написала рапорт в пенсию шла и рассказывала потом пошла на эту фирму а там такой бау-русах сидит казах тоже безбывший ментов видимо там нужен был юрист он же начальник отдел кадров и юрист два в одном резюме принесла готовая мне но я хотел чтоб мужчина был его разница есть или вам здесь нужно тяжесть таскать очень ладно и не могла найти работу резюме отправляю везде там оттуда звонят или на сексет прихожу они говорят вы правда подполковник куда на дыши женщина подполковник вам позвоним все только видит что в милиции работала не брали никуда на работу пришлось идти просто простым тупо охранником на сумке стены мне тогда пенсия по моему три символа на 40 тысяч ваших пошла на охранником а до этого до охраны до работы охранником дочь платная учиться в институте сына учиться в школе кварплата 37 тысяч вообще не хватает на пар платы там чуть-чуть на еду хватало вот тогда депрессия была друзья тогда узнал что только депрессия я хожу такая знаете как пьяная у меня голова кружится постоянно вижу ничего не охота потом пошла на поехала в наш госпиталь поликлинику меня положили в госпиталь и вообще не вставала приходите с тема сделают встану со столом не принесут с палаты покушать в туалет только сама ходила все есть не пролежал какая пришла такая ушла я рассказывала потом родственники стали приходить там кори кто живет слов не приезжали тут стали приезжать брат приезжал каждый мама приезжал плакали оказать родственники приезжали этот прощались со мной тоже совсем плохая была вообще в доме по стенке ходила до туалета так вот так ходила благо что узкий коридор до туалета за змеевик держишься в туалет садишься встаешь вот такая вот дети сами по себе и один раз я я уже рассказывал друзьям для новых подписчиков чтобы депрессия у меня была какая потом один раз лежу в зале дети не помню где дома на учебе где-то были ни до кого дело не было уже очки надела и лежу потолок смотрю на стены смотрю мне давнишние уже еще с мужем жили со вторым обои клеили смотрю там там уже уже старые такие грязные думаю вот я умру ведь узнают сотрудники с которым работала придут домой из каждом я всегда хвалил начале круга д ростанов он говорил посмотрите на бишево форма чистенькая сама как подтянутая всегда как в здравом уме такая чистоплотная а у нас от некоторых женщин как прямо потом розетка воняют ходит вот так и говорил были такие женщины которые насчет запаха пройдет прям шлейф такой запах духами сверху забрызгивает и еще хуже вот лежу и думаю думаю блин вот я умру сотрудники придут и скажут блин и наша такая чистюля была на работе вся такая правильно дом оказывается засранка как как такие обои дома как грязно это у меня мысль такая была и вообще не вставал друзья не есть ничего не охота был просто лежу встану у меня вот так знаете вот такая вот хожу как дурная потом лежала смотрела смотрю встала потихоньку вдоль стенки вдоль стенки подошла к одной обоине там она отошла края рванула а там лист вот так вот полукругом вырвалась и со штукатурка вместе думаю блин зачем я сорвала теперь вообще хуже грязно грязно сказали бы ладно засранка там мне мне тоже все равно я бы не услышала думаю на раз сорвала думаю надо сорвать и вот давай об стенку сама держу сидишь обои срываю сорвала там где повыше стульчик ставила залазила потом уже не помнила пока я залазила ободрала весь зал страшный где со штукатурка там в клей для обоев пва добавляла еще чтобы хорошо держались где стыки где нахлёст эти обои там пва обмазала когда отходили обои посмотрела думаю какое страшное все но хочешь не хочет верно надо что-то с ним делать там делать я искусство штукатурка отвалилась через дорогу нас был строймарт там вот это сантехнику продавались смесь вот эти вот которые для штукатурки на дороге нужно было дорогу перейти пешеходки не было стою и боюсь через дорогу пройти это мне было 45 лет парень проход игру молодой человек не поможете меня перейти дорогу он у меня посмотрел будем молодая женщина вы давайте меня перевел на ту сторону там двойная стоит с той стороны купила но мешок не могла купить там 25 килограмм 5-6 купила в пакете через дорогу проходить думаешь один завалюсь по дороге меня задавят еще один кто-то проходил вы можете перевести на дорогу на ту сторону не даю меня не посмотрели на меня давайте вроде не бабушка домой принесла в этой вот смесью финиш стат никогда не пользовалась мне рассказ объяснили там магазине как развела на шпатель намазала намазала держится еще намазала держится еще 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 потом те вот это то что принесла окончилась пошла магазин еще купила столько раза два три ходила в общем все за штукатурила а в это время детей к маме отправила так я феврале вышла на пенсию где-то март апрель я искала работу и как раз весна была май или каникулы настали дети отправила к маме сама заштукатурила маме маме говорю маме не приезжайте я так говорю это сама и вообще не если честно не люблю когда кто-то когда я работаю кто-то чтобы рядом был пускай это дети пускай знакомые люблю сама все делать говорят же хочешь сделать хорошо сделай сам вот потом посмотрела заштукатурила потом смотрел думаю блин что опять обои клеить это опять отрезать мерить наклеивать это все думает а когда эту квартиру получила там был этот эмульте покрашено все а в частном доме жили у нас всегда была побелина побелка была и когда в эту квартиру переехали губой нет не хочу же надоело обои наклеишь уже каждый год не надо мы это бить а тут обои содрала там что попроще думаю надо побелить но побелка уже не актуально пошла магазин там эмульте объяснили как украсить купила щетку на палочке валик пришла домой колер добавила такой знаете у нас мама в час мы помешили мама и звезды добавляла в зале у нас был лимонный цвет а в спальнях был такой светло слабо зеленый салатовый цвет но как-то у меня мозга засела думал так побелю этот знаете хотела такой короче персик отсюда дела взяла валик чашечку для валика побелила за один день помыла полы в холодильнике меня морозил кусок мяса закинул в холодильник в кастрюлю варится маме звони грума можете ко мне приехать мама конечно сейчас приеду брату позвонил гру можете приехать на час приеду они думали что не совсем плохо приезжает дома мясом пахнет я в коридоре встретила они меня посмотрели заходят мама такая что случилось а питание чуку сейчас говорю бешпормак покушаем мама такая смотрит брат в зал зашел то оттуда кричит зинаш кто тебе сделал этот ремонт я сделала да а сколько ты заплатила за за ремонт я в зал захожу с улыбаясь марат я сама сделала не ну понятно дело а вот рабочим сколько ты заплатила руль и я сама сделала там же обои были грубо и создала заливка сила и победа и мульти закатала он на меня так смотрит потом мама пришла дети приехали не поймут я несколько дней назад лежала умирала просто вообще не вставала тут хожу сама тесто раскатала бешпормак сделал покушали все давайте езжайте домой и за спальню захожу а в спальне знаете такие красивые этих них и б хотел сказать бумажные обои клеила не помню какой рисунок назовите светлые обои какие-то типа бежевые и золотые вот так вот как веточки нарисован золотом год наверно этим обоим было и я так в зал в спальне так стою смотрю и дочь меня видимо пожалела мама оставьте эти обои они красивые я говорю ладно а на кухне у меня были китайские моющие обои шелковые и там где газ там что-то отодралось я потом так что подошла тогда боя раз опять за краешек и она кусок порвалась отодралась и там углу кухни так угол же и там щель трещина смотрю улицу видно у нихрена себе дети дети опять бабушки уехали я ободрала кухню но в зале проще видите там допустим стенка диван и так по столу того случки там по мелочи вынес а в кухне же кухонный гарнитур там холодильник вот это все маленькое пространство пока все отодрала там тоже заливка села все эти щели жидким цементом залила вот потом ванной нет ванны кафель у меня в коридоре а нет в коридоре я хотела хранительного работала я и хозяева уезжали в америку на отдых а у них были в спальне спальня шикарно как мой весь дом такая спальня у них были у них эти шелковые обои итальянские с италии привозили они и рабочим клеили и награды тоже заказал итальянские обои награде наш пока нас не будет вами мы будем в америке тут рабочих приглашу вы за ними просто проследите чтобы нормально все было хорошо рабочие пришли как обычно обои стирать его так обои смачиваем аккуратно чтобы мусор меньше вы были сворачиваем они свернули все убрала все подвал сделали потом когда хозяйка приезжает она готова хорошо сделали но обратилась книгу там году который старые обои были они не старые друзья они полный год провисели у них просто она собиралась рожать в америке в нью-йорку жала она хотела как чтобы обновить освежить спальню я вот эти старые обои сняла говорю ну там где порван день полно можно себе заберу она забирайте а там не все бои не со всей комнаты там прям золотом красиво кто видел мой при этом в квартире снимала видео в коридоре там они вначале когда пришла они уже так порвали все потом и так тихо аккуратно снимаем и получилось в квартире маленькая прихожая не знаю сколько квадратов вот на тютерка хватило мне только так уцелевшие обои на этот я пришла не уже принесла не уже высохли клей намазала на нанесла прям шикарные те обои вот потом на кухне ремонт сделала получается там где на кухне там кафель вверху шкафы там эмульсии подбелила где где окно а вот это одна глухая стена к выходу я купила моющий знаете под кожу коричневый одну стену коричневым обоим заклеила и красиво получилось и чему говорю а потом смотрю думаю нормально хорошо брат говорит один брат приехал говорит блин кто-то прям умирать собиралась готова тогда он проговорился кто-то умирать собиралась год мы всем родственном сказали что ты наш плохая говорит что это то приезжали прощаться с тобой ответ ты не умираешь я ручку наличь умереть да ну тебя вот это друзья депрессия а то что вчера просто снимал на это все на эмоциях друзья можешь понять днем и ночи думаю думаю завтра понедельник будет хоть бы не подтвердила сейчас интернет читала смотрела там написано что у кого-то у светланы по моему на канале комментарии читала люди тоже грамотные же пишут медики там написали что мама по опоясывающая боль так вот где копчик где таз вот это поясывающая боль и период отдает там это женщина писал что это может быть когда поясывающая боль это может нарушение этот желчного пузыря поджелудочной железы поджелудочно от сладкого светлана потому что говорит я сладко ем как у меня боль тянущие а то написал что почки от холода от соленого от горького реагирует поджелудочная на сладкое реагирует а вот это опоясывающая собой обоясывающая боль это почему этот желчный желчный пузырь может реакции давать а у мамы желчный пузырь он тогда еще когда по весне лежал в больнице у нее был этот желчный пузырь полный камней я говорю операцию тогда спрашивала они говорят сейчас пока операции такой этих нету ну причин чтобы операцию делать если как начнется если будет приступ тогда уже в экстрем порядке будем оперировать я думал может она упала и когда на попу и может быть там камень сдвинулся и можете это протоки там это но что-то раю тошнило желчи шла не знаю поэтому в таком состоянии видео записала нужно было выговориться мне написали это депрессия при друзья депрессия депрессия это когда лежишь тебе все фиолетово как говорится лежишь не жить не охота не не спать не охота не есть не охота это просто мама переживаю все-таки 84 года вот в сентябре 3 сентября будет 85 лет то не с глазами проблема была она боялась ходить вот так ходила а тут еще пусть побежал на нее я вчера знаете грешным делом думал сегодня серега придет если придет думал гусака зарубить на хрен а потом с другой стороны подумала думаю ногу сынью он их водит туда-сюда и за ними присматривает во первых во вторых но они же не виноваты и маме сколько сто раз говорил вам не трогай они там она бы где-то здесь выйдет или беседы они здесь проходят оттуда сюда гулять ну привык они привыкли уже три или четыре года сколько они живут они привыкли шлендать здесь вот мама увеет их то все пускай не тут в городе там травы полно пускай не там траву идет и веточку схватит прутик и за ними бегает ирман упадете же упадете же мама сама мне сто раз говорил как скажешь как воду глянешь так воду глядишь говорит даже знакомым детям родственникам что-то такое допустим как так не надо делать так сделайте и в итоге получается все говорили где нашу так как воду смотрела там она говорил вам ну не бегать за ними пускай ну не к вам же не лезут сами по себе там гуляют сейчас пойдете там запнете упадете чем сломаете вот видите поэтому друзья никакой депрессии нету я сижу вот вот здесь вот трава выросла видите вот кучка набросала сижу пока серёгу что рвут траву так уже расползлась перчатки не охота делать надевать потому что перчатки одежды не пролазит рука под этими сквозь траву здесь вода текла воде земля влажная на прервусь позвоню сергею солнышко не сильно такое здесь сижу здесь прямо прохладно подняла немножко сломано розу воткнула ладно сейчас позвоню соседу